Как понять, что достиг смирения и возможно ли человеку это ощутить? И самое главное, нужно ли? Замечательный вопрос, который, естественно, требует нашего с вами рассуждения. Наверное, именно рассуждения, не ответа какого-либо, потому что в этих двух вопросах уже кроется сам ответ. Вы сами прекрасно понимаете, нужно ли это знать о том, что ты праведный. Наверное, в общем-то, не нужно. Но давайте мы с вами все-таки обратим внимание на Священное Писание, и я предлагаю вам посмотреть Священное Писание, Евангелие от Матфея, 11 главу. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, ибо кроток есть и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иго мое благо и бремя мое легко есть». Господь здесь призывает нас с вами быть кроткими и смиренными сердцем. Давайте попробуем порассуждать, как понять, достиг ты смирения или не достиг. Ну, все-таки у нас должны же быть с вами какие-то критерии, что мы с вами на правильном пути. Конечно, человек, который пытается жить духовной жизнью, он должен очень много уделять внимания себе, своей жизни, своим поступкам, правильности своих поступков, оценивать их, причем оценивать их со стороны Священного Писания, задавая как бы вопрос, а как бы на моем месте поступил Господь в той или иной ситуации. И задавая этот вопрос, он, естественно, должен находить и слышать ответы, которые он тоже должен услышать в Священном Писании. И человек, который задает такие вопросы, как бы на моем месте поступил бы Христос, он обязательно найдет ответ в Священном Писании. Апостол Павел говорит следующее. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в общении, и в недостатке, все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе». Замечательные слова, которые произносит апостол Павел, уже недалеко от итога своей жизни, недалеко, в общем-то, от тех мучений и страданий, которые он претерпит перед своей смертью, что он научился всему, и жить в изобилии, в недостатке, терпеть и голод, и холод, и можно так, в общем-то, продолжить дальше. Мы видим, что он и был побиваем камнями, и палками, в общем-то, даже конкретное количество ударов было ему там нанесено. Но о чем же здесь человек смиренный может говорить? Что перестал жить в апостоле Павле сам апостол Павел. Теперь уже живет не он, как он сам говорит, а живет во мне Христос. И вот человек смиренный, он перестает замечать себя, он перестает замечать свои нужды, он перестает замечать те обиды, которые ему, в общем-то, наносятся. Не потому, что он стал бесчувственным, а потому, что он о себе много не мыслит. Он перестает, скажем так, вспыхивать в раздражении от чего-либо, а всегда ищет не своего, а ищет Христова. И даже если к нему обращается человек с похвалой, то он всегда может оглянуться. Вы, наверное, тоже это замечали, что иногда в толпе людей или в большом собрании людей, вот так лучше сказать было бы, мы вдруг обращаемся кому-то через эту толпу. И многие люди на это обращение вдруг откликаются. Особенно это заметно, когда ты имеешь какую-то позицию в этом обществе, и все как бы смотрят на тебя и ждут от тебя чего бы то ни было. И ты вот обращаешься к человеку через толпу, кто-то вдруг говорит, мол, меня зовете, а кто-то поворачивается назад и смотрит, кому же вы обратились. Вот здесь, конечно, человек, который даже не может подозревать, что к нему обращается человек, для него очень важный, для него очень, скажем так, значимый и так далее. Этот человек, наверное, уже недалеко от смирения. А вообще смиренный человек – это тот, который с радостью и благодарностью воспринимает все то, что Господь посылает ему на жизненном пути. Все то, что называется волей Божией, он это осознает и принимает. Хочу повториться. С радостью этот человек смиренный, он всегда очень радостный человек. Он не может быть несчастным, он не может быть вечно плачущим. Он, наоборот, радуется всему. Его обрызгала машина, и он может сказать удивительную вещь, как эти пятнышки грязи ровно легли на мою одежду. Или если вдруг сломалась какая-то машина, а он куда-то торопился на самолет, на какую-либо встречу, у него что-то не получилось там подобное, такой человек всегда выйдет из машины и скажет, Господи, слава тебе, ты от чего-то меня уберег. Смиренный человек — это тот, который оправдывает все в своей жизни. Ну, естественно, не свои личные поступки, а те события, которые с ним свершаются, или те события, которые с ним свершает его ближний. Вот так было бы более правильно нам сказать. Оправдание другого человека. Когда мы с вами видим в поступках окружающих нас заботу о нас Бога и ближнего. Даже если эта забота является каким-то лишением нас чего бы то ни было. Радость — признак смирения. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание. Вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал «Икзегет» приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok